ПЕСНЯ ПЕСНЯ Ну, если я работаю в театре, ты ж не знаешь, что я слежу за театральными бинохлями, в конце концов, а? О, Маша, какая вы сегодня красивая! А ты прям раньше не замечал! Ты мой облакарин! Нет, мамы, это не моя девушка! Я не знаю, кто ее родители! Ну, что ли сидеть? Поздравляю! Альберт Петрович, а можно я в следующем спектакле буду катить бочку ногами? Такая сценическая условность! Жизнь движется, мы каждый на своей бочке! А попробуйте! А вообще, дети мои, не бойтесь, просто экспериментировать с реквизитом! А девушку вашу я похищаю, с вашего позволения! Надо репетироваться! Прошу! Очень смелое творческое решение! Поздравляю! Слушай, а мне кажется, премьера прошла успеха! Ну, смотри! Альберт Петрович похвалил! Ага! Я предлагаю отметить! Не-не-не! Я сегодня, Маш, с репетиции подожду! Давай, похуже пивка, а! Давай, поднем! Ну, пошли! Это надолго! Созвонимся потом! Что это за дрянь у тебя в ухе? Это серьга, папа! Серега! Это траур! По твоей жизни! Сегодня серьгу нацепил, завтра в платье женское оденешься! Так, пап, я не хочу обсуждать особенности своей профессии! Я, между прочим, уважаемый актер, мне предлагают серьезные роли! Да видел я твою серьезную роль! Устроили клоунаду! Послушай, пап, я комик! Это должно быть смешно! Очень! Между прочим, от комика до гомика всего одна буква! Ну, какой ты мужик после этого! Видел бы мать покойницы во что-то превратился! Ты думаешь, что я для себя вкалываю? Я для тебя, понимаешь, для твоих детей! Ты только представь династию Печенкиных, а? У них там Рокфеллера, а у нас Печенкины! И мы еще посмотрим, кто кого! Кеш, мы ведь с тобой вдвоем остались одни! А я тоже хочу покачать внуков на коленках! Ну что, я похож на самца-производителя! Ну, если тебе не хватает детей, ну, сыновей и сирот из Бангладеш, не знаю! А театр я не брошу! Тьфу! Я тебе нормальную жизнь предлагаю! Нормальную, нормальную жизнь! Купи, продай! И это нормальная жизнь! Знаешь, в жизни есть вещи более важные, чем бабло, папа! Неужели? Что же это? Искусство! Ох ты! Какие мы утонченные! Пальчики свои тонкие боимся, а Батькина бабло испачкать! Так вот, знай, ты от этого бабла больше копейки не получишь! Кажется, разговор зашел в тупик! Иди, иди! Смокнуновский! Хренов! А можно, пожалуйста, это? Боже мой! Какая красота! Правда, мальчики? Ну? Кристально непорочно! Кристально божественно! Берем! Может, откуда у меня деньги? У тебя есть богатый папа! Я не буду просить у него денег! Это совершенно чуждый мне по духу человек! Знаешь что, милый, скоро у тебя появится еще один чуждый по духу человек! Маша! Маша! Кеша! Останет меня! Извини! Маша! Маша! Ты знаешь, мне кажется, проще найти новую девушку! Не говори глупостей! О! Киностудия Пегас! Требуется актерам массовку! Не, не то! На своих затейник! В детский сад! А? Смотри! По-моему, то, что нам нужно! Так что завтра пойдем сдавать мужское семя! Вообще обалдели! Такое впечатление, что мне одолжение делали, а? Ну и ладно! Скажи спасибо, что они тебя вообще не забраковали! А я все понял! Я все понял! Они просто не заинтересованы в размножении еврейского народа! Вот и все! Ну что, г-г-г-г-г! Вчеринку вот застегни надежды генофонда! Ва! Клево! Слушай! Знаешь, был бы я маленький, я бы тебе прямо вот, прямо вот с детьми отдался! Не сходя с места! Помолчи! Да ладно! А у вас ничего не было? Да, вообще? Так, ладно! Да, смотри! Учись, пока я жив, как соблазнять женщину! Берешь ее вот так, смотришь в глаза и медленно опускаешь! Альберт Ветрович! Альберт Ветрович! Альберт Ветрович! Киша, это не то, что ты подумал. Мы просто репетировали. Экспериментировали. С реквизитом, Альберт Петрович. Экспериментировали. Киша, Киша, что случилось? Скажи, а почему же они все такие меркантильные и коварные? Тихо, 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 тихо. Не все, Киша. Только те, которые не любят. Ты можешь мне просто не надо что-то любить. Ты даже думал. Посмотри на меня. Ты самая красивая. Ты самая талантливая. Ты самая лучшая из всех. Из всех, кого я видела. У тебя большое будущее. Ты что, действительно так считаешь? Я уверена. Я уверена. Это же на улице. У всех на глазах. А я знал, что эта макетная жизнь ничем хорошим не кончится. Я же говорю, мне надо бросать строительный вид. И вот, пожалуйста, мой сын с какими-то... Я видеть это не могу. А мне больше не сын будет звонить, не соединяй. И мне не говори. А я тебе говорю, что нужно забрать заявление. Я закрыл эту дверь навсегда. Да, братан, я понимаю. Чуть тяжело. Добрый день, господа. Здравствуйте. Дай мне шампанское, мне как всегда. Ты что, правда думаешь, что я смогу работать в таких условиях? Да. У тебя есть другие варианты? Да в Москве театров как грязь. Конечно. В Ленкову пойду. В Ахтангову. Да. На Дагангу в конце концов. Конечно. Мне эта шарашка нахрен не сдавать. Решил уходить? Да. Уходи. Тогда я тоже ухожу. Потому что я... Я твой друг. Все. Все, хватит. Я что, тебе мать Тереза? Я заканчиваю здесь этой благотворительностью. Вот ты. Ты сам не устал? Какого черта ты делаешь каждый день? Пьешь, ешь, спишь. Спишь, ешь, пьешь. Вся твоя жизнь говно. Я думала, что в России я найду себе принца на белом коне. Я хочу бизнес. Сделаю бизнес. Открою свою арт-галерею. Вместо этого я попала в полное дерьмо. Хватит. Я уезжаю. Я возвращаюсь в Италию. А ты поступай, как тебе хочется. Скотина. Прощай, любовь моя. ПЕСНЯ О, Гамлет! Сейчас я тебя покормлю. А кого же слегка? С тебя? Да не кричу я, мам, не кричу. Наведи кусок на кнопку «Пуск». В левом нижнем углу, да. Потом нажми на левую кнопку мышки. Мам, не важно каким пальцем, любым. Все, мам, давай, перезвоним, давай, все. Че дверь на распадку? При коммунизме живем? Завтрак чемпионы. Выпивали вчера? Так, все нормально. Я вижу, как все нормально. Просто замечательно. Воплощение счастья и удачи. А Клавка-то где? Не Клавка, а Клаудия. Мне кажется, она от меня ушла. А что мотивировала? Не знаю. Она когда сердится, она начинает говорить по-итальянски. Ладно, все, не кисни, я работу нашел. Триста серий мыло. Если утвердят, будем в шоколаде лет десять. Триста серий? Да. Да я сдохну раньше. Значит так, главное истощать заинтересованность, поняли? Не будь унылым говном. Я не уныл. Я вижу. На, пошли. Вы печенки. Нет, я печенки. Пойдемте. Слезда можете ждать? Могу. Пойдите. Спасибо. Так, так. Ага. Мы готовы. Сцена 11. Сцена 11. Тишина на площадке. Камера. Сцена 11. Кадр первый, дубль первый. Энэкшн. Начали. Я не хочу вместе ничего общего. Ты должен мне понять. Я понимаю, но боюсь. Маша не поймет. Не вмешивай сюда Машу. Что ты знаешь, Гриша, о Маше? Любви и боли. Любовь это всегда больно. Если ты не хочешь быть больным, не люби. Тогда тебе станет больно от одиночества. А я хочу быть одиноким, но болеть я тоже не хочу. Потому что болезнь это боль. И какая из этих болей больнее, ты можешь решить для себя самого только сам. Потому что Маша, Гриша, это всегда больно. Если ты, Гриша, Маша. Кадр! Кто? Извините, кто написал? Ну, предположим, я. Это же не то, что произносить. В отличие от тебя, я закончила Академию Л.А. Это где? В Лос-Анджелесе, дебил. Так, кто пригласил этого идиота на площадку? Я. Короче, ты и ты. Оба вон из павильона. НЕКС! Не, а что я... Не, а что я держу? Не, а что я держу? Женща, не должен быть. Так. Стой, стой, я тебя говорю, а? Вот что ты на разом повезешься? А кто тебя просил, скажи мне, а? Ну, а что она начала? Экшн, гад. Мы что, в Лос-Анджелесе? Мы, 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 мы в Лоткарина. Да, мы в Лоткарина. Мы в Лоткарина. Только теперь из-за тебя идиота. Триста серий к коту подходит. Десять лет в кругу бездарности. Тебе это надо? Да, мне это надо. Вот мне это надо. Я, как ты, не собираюсь доказать жизни, нищебродом ходить. Ну, кто так паркуется, а? Садись в машину, я тебя вырубил. Садись. Давай назад, медленно. Давай, давай. Потихонечку. Потихонечку. Здесь все целый метр. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Теперь стоп Бен Ты куда смотрел? Регулировщик Дядя Степа, блин Так, все Быстро, садись в машину, сваливай Поехали Давай, гони, я тебе говорю, потом уж рефлексируй Доброе утро Здравствуйте Это вы, господин Печенкин? Да, извините Я инагентий Печенкин, актер театра кино Вы проходите Спасибо А я просто Наташа Хозяйка разбитой машины Давай Мне показалось, что уезжать с места происшествия и не оставить даже записки, ну как-то не очень вежливо Да Вы, наверное, очень торопились, да? Очень Поэтому мы с ребятами решили приехать к вам сами Слушай внимательно, актер театра и кино Ты обидел хорошего человека, женщину И поэтому ты должен искупить свою вину Вы знаете, сколько стоит новая фара этой самой машины? Нет Но я заполочу Я не закончила Если бы вы не уехали с места происшествия, она бы для вас стоила столько Но сейчас она для вас будет стоить столько Поэтому ты будешь шустрый, как фал-имитатор и найдешь нужную сумму к концу месяца Это понятно? Понятно Мальчики, я жду вас в машине Спасибо тебе Ну прости, а? Ну прости, ну откуда я знал, что на таких эксклюзивных тачках такие уроды ездят? Да какая тебе разница? Один хрен подыхать Давай только безупадничек настроения, хорошо? Надо объяснить им сволочам, что ты безработный артист, да? А что? Как говорит моя мама, откуда уже пиалмазы? Угу Слушай, может быть ты сам им скажешь? Да? Сегодня переночуешь у меня, а завтра о чем придумаем? У тебя что с глазом? Мама, не смущай человека, у нас временные финансовые трудности Да у тебя вся жизнь одна сплошная финансовая трудность Мама, а вы не заметили, что я уже взрослый мужчина и в состоянии сам решить свои проблемы, а? Да ты в унитаз самостоятельно попасть не можешь, шлымазов Мама, я умоляю, а? Я говорила, нужно идти в юридический Ты же с такой семьей Прадедушка Ребе Дедушка юрист, папа юрист Йося Твой племянник тоже будет юрист А ты артист Ну ладно, он, с него взять нечего Но ведь у тебя есть родственники, которые помогут устроиться в жизни Почему ты не расскажешь о своих проблемах маме? Ну, Бенни, мальчик, что случилось? Мама, мы должны одному человеку десять тысяч долларов, вот так вот Да что ты о себе возомнил? У меня в твоем возрасте двадцати копеек на кино не было А ты одалживаешь такие суммы Мама, и о чем это говорит? Да о том, что судьба каждого человека, она уникальна, а? Так, все, все А ты помнишь своего дядю Марка Абрамовича? Да, и что? Он золотой человек, он тебе поможет Бабушка, а что такое слимазу? Это не про тебя, мой золотой Не про тебя, мой милей Да, хорошая у тебя, родственник А ты думал? Пошли, все будет нормально, у нас в семье своих не бросают Здрасте, я Бенни, мы к Марку Абрамовичу, мы с ним созванивались Да, я предупрежден, Марк Абрамович ждет вас, прошу следовать за мной Заходи Бенничка, молодец мой Ой, как я рад тебя видеть Как я рад тебя видеть, что ж ты так редко заходишь Ой, сколько ж мы не виделись, да? Ой, а вырос-то как? Ой, Бенничка, как я рад Как я рад Дядя, познакомьтесь, это мой друг На Кенди печенка Вопрос-то, Киша Скромность она ведь украшает, человек Да Дядя, вы знаете, у вас такой вопрос Вы знаете, извините меня за мой вид, я только в Шанхае не могу привыкнуть к смене часовых поясов Не могу Специально купил новый челленджер, он оказался несостоятельным перед лицом турбулентность Дядя, вы как? За 10 минут, за 10 минут на валютном рынке раздаются и сгорают состояния, его нет На валютной бирже сто раз меняются котировки О чем ты хотел со мной поговорить? Дядя, понимаете, дядя, мы ехали со съемок вот с ним и попали в небольшую аварию Бенничка, надо быть осторожнее, ты знаешь, какие дороги в этой стране, я надеюсь, ты не пострадал? Нет, я не пострадал, дядя, но машина, понимаете, машина Боже мой, он еще думает о машине, да машина ничто по сравнению с ценностью твоей жизни Да, но я не уверен, если это чужой автомобиль Особенности чужой Стоимостью 5 миллионов Ох уж эти миллионы, деньги не приносят счастья, мой мальчик Вот у меня 10 миллиардов, а счастья столько же, как и тогда, когда было всего 9 Да, это, дядя, я прошу вас Дядя, нам очень нужны деньги, это вопрос жизни и смерти Мы вам все отдадим, если хотите, даже с процентами отдадим, с небольшими процентами Дядя, Марк Абрамович, Марк Абрамович Марк Абрамович А где он? Ничего не понимаю, куда он делся-то, а? Дядя Дядя Марк Абрамович Марк Абрамович О, а где дядя? Кто, простите? Марк Абрамович А, так он уехал Куда? В аэропорт А когда он вернется? Думаю, месяца через три Чего? Дядя Дядя Дядя, дядя Марк Абрамович Дядя Да, своих у вас не бросаем Ладно, давай только не будем сейчас валить все на моего дядю У тебя папа тоже, между прочим, не бедный человек Да и у него, в конце концов, попросим Исключено Мой отец для меня умер Да ты что? Три новых сообщения Сообщение номер один Иннокентий, здравствуйте Это заместитель Семен Петрович Перезвоните мне, пожалуйста, по телефону 155 55 48 Сообщение номер два Иннокентий, перезвоните, пожалуйста Это крайне важно Сообщение номер три Иннокентий, никак не могу с вами связаться Ваш отец скончался Нам нужно встретиться, чтобы ознакомить вас с завещанием Квартиру, дом, остров на Мальдивах Яхту, самолет, а также строительный бизнес Приблизительной стоимостью 100 миллионов долларов Я завещаю своему единственному сыну Иннокентию Семеновичу Печенкину Бедный папа Однако в завещании есть одно условие Условие? Вы сможете принять наследство и руководство фирмой Только в том случае, если женитесь и заведете ребенка До вашего вступления в сорокалетие В противном случае Все имущество переходит в благотворительный фонд Голодающим детям Бангладеш Подождите Вступление в какое сорокалетие? Мне через месяц уже сорок лет Вы что, не могли меня предупредить об этом раньше? Ну, раньше ваш отец был жив Нет, ну, я бы начал как-то готовиться Дети же не падают с неба Над этим надо работать Трудиться Кстати, справка о беременности и свидетельство из ЗАГСа тоже подойдет Я могу попрощаться с телом отца? Это, к сожалению, невозможно Мы вам не могли дозвониться несколько дней И были вынуждены выполнить его последнюю просьбу Развеять прах над озером Байкал Цитирую На берегах которого прошла моя молодость И где я впервые поцеловал свою любимую жену Алли, Банг Это ты А это я Слушай, мне срочно нужна женщина с ребенком Из-за не повиси Маргарита, пожалуйста Ой, здравствуйте Девушка, а вы не хотели бы от меня ребенка? Только если да, то нужно приступать к делу прямо сейчас Еще до каждой минуты И мы сами не сметно богаты Спасибо Гамлет Сейчас все покормлю Гамлет Гамлет, ты где? Гамлет 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 КОНЕЦ Печенкин Иннокентий Семенович. Да. Да, вы были у нас донором 13 лет назад. Но, к сожалению, узнать фамилии пациента совершенно невозможно. Эта информация строго анонимна. Но вы не могли бы сделать исключение? Ведь раз женщины выбрали меня донором, значит, я им понравился по фотографии. Может быть, я мог осчастливить кого-нибудь из них? Вы этого никогда не узнаете. На анонимности держится репутация нашей клиники. И вся информация не уйдет дальше этого компьютера. Я пойду. Да-да. Да. Камуфляж. Переоденешься. Стеклорез. Фонарики. Рация. Рация зачем? Рация, чтобы по ним переговариваться. Веревка. На веревку, зачем? Чтобы в случае провала на ней удалиться. Слушай, а где ты все сделал? Одолжил у знакомого спецназвиса. Понял? Когда выходим? Полночь. Держи. Давай стеклорез. На. Веревка. Веня. Веня, ты живой? Полиция Лос-Анфелеса. У вас есть право на один телефонный звонок. У вас есть право охранить молчание. Шеф, они меня на мушке что делают? Убить их. Я сэр. Вам присвоено очередное звание офицер полиции. Окей, сэр. Я в полиции служу. Я в полиции служу. Я в полиции служу. Я в полиции служу. У-у-у-у. У-у-у-у. У-у-у-у-у. 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 У-у-у-у-у-у-у. Регистрация есть? Теперь она будет молчать. Черт. Давай рассуждать логически. Какой может быть пароль в компьютере главврача клиники, занимающийся искусственным оплодотворением, а? Отдел полиции. Лос-Анджелес. Мээээ. Отдел полиции. Срочно требуется подкрепление. Мне кажется, наша врачиха грезит доктором Хаусом. Ты же говорил, что ты не смотришься рядом. Я говорил, что в них не занимаюсь. Ну что, вбивать что ли? Давай. Смотри, право. Смотри, право. Вы молодец. Распечатываем? Все, уходим. Уходим, уходим. СТОН 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 Стоять. спасибо ребят вовремя вот они мои потенциальные жены замечательно к ним завтра поедем первые по мананова ольга владимировна и такая старая корова а кто еще может искусственно размножаться слушай я был не прав она ничего тебе не будешь учиться и поступишь в институт не поступишь в институт будешь всю жизнь метро эскалаторы караулить но мам математика не моя стихия что-то говоришь а что твоя стихия но я может актрисой хочу быть слышу она хочет стать актрисой давай не облажайся импровизируй по контексту очки не забудь не цепить а ольга владимировна да здравствуйте я иннокентий семенович новый классный руководитель светланы вот так сказать делаю обход подопечных а а ирина львовна собиралась уходить из школы но это же завтра я думаю на следующей неделе она объявит а я заранее так сказать тогда проходите пожалуйста как вы сказали иннокентий очень приятно еще раз вот как вы думаете что она сейчас там делает уроки ни за что на свете узко слушает или в контакте торчит а мне кажется еще двойка как ножом по сердцу располагайтесь пожалуйста вы знаете мне кажется что вы к ней слишком строги ну и что подумаешь двойки максим горький закончил два класса и ничего простите конечно по точным дисциплинам она не первая в классе но в музыке и особенно в рисовании это настоящий талант возможно мы имеем дело с будущим гением правда у нее удивительное чувство цвета линий за эти ван гог ее возрасте рядом не стоял боже мой разве это может быть похоже на ван гога о узнаю стиль светочки вы посмотрите какое удивительное цветовое решение а пропорции все в этом рисунке условно символично девочка дерево крокодил это собака неважно искусство условно особенно теперь в век пост модернизма когда копия не привязана к прототипу конечно светочки еще предстоит овладеть кое-какими навыками но я вам скажу талант на лицо а давайте выпьем за знакомство о я даже не знаю я все таки при исполнении служебных обязанностей если еще не вступили в должность значит можно давайте говорить можешь да выяснил насчет мужика ну что я прямым текстом об этом спрашивать буду ну посмотри там не знаю мужская обувь стоит носки валяются штанга какая-нибудь есть вроде нет нет замечательно тогда все в твоих руках главное ничего не испорти помню что на кону наше будущее позвольте мне позвольте пожалуйста позвольте 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 как это скажется в будущем на психике. Наверное, растить ребенка одной очень тяжело. А вам про меня, видимо, еще не насплетничали. Нет. Я ращу Светочку не одна. Извините, не понял? Простите. Простите, Радина. Привет. Привет, дорогая. А у нас... А ты не говорила, что у нас будут гости? А где наша дочь? Уроки делает наверху. Нет, это несправедливо. Две красивые бабы. Друг с другом. Да, старик, это плевок всем нам. Если скоро не знаю, какое-нибудь пачкование изобретут, мы им тогда вообще нахрен не сдадимся. Да ладно, старичок. У нас еще есть пять потенциальных матерей, которые только мечтают, что твоих миллионов. Так. Под пунктом два значится Вероника Иванова. Только смотри, надо подойти к делу рационально. Хватит спектакля разыгрывать. Выложи ей все как есть. Здрасте. Так, мыло, так, я ваш папа. Выйдешь за меня замуж, будешь в золоте купаться. Не выйдешь, сама дура. Понял? Да. Пошел. Сама дура. Ну, в ходе не было, то выточек только на черт. И давай. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Я надеюсь, вы ничего не имеете против черных? Да нет, что вы. Вот и славно. Вы знаете, мы сами в некотором смысле немного черных. Приятно встретить с разумных людей в этом жестоком белом мире. Черным сейчас везде нелегко, а уж в этом городе и подавно. Вы до этого в Москве видели хоть одно черное заведение? Нет. А вы по какому вопросу вообще? А, видите ли, мы продюсеры. Мы для новых съемок ищем черную девочку или мальчика лет 14, да? В общем, любой нигер сойдет. А, а, нет, вы не подумайте. Мы очень любим нигера. Что вы... Что ты сказал, бледная спирохета? Извините, вы неправильно поняли. Я имею в виду наш русский поэт. Тоже был и много нигером. Пушкин, Доблетев. А я повеста вечно празднует. Потомок негров безобразных. Разве вы делаете? 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 Пошли, ребят. Не женщина, а бомба. Вот знаешь, если бы не ты, я бы на ней женился. Ты что, совсем дурной? Что? У них нигеры-то ругательства. А как надо? Афроамериканцы. Ну, мы же не в Америке. Тогда афро-россияне. Короче, не надо было лезть. А что мне оставалось делать? Ты сидел, как бот, ступил на горизонт. Я вообще спасал ситуацию. Лучше ты молчал. Да? Да. Вот только не надо на меня орать. Да тебе вообще не орать невозможно. Ты меня всегда все портишь. Ах, вот он. Хорошо. Хорошо. Пошел ты в задницу. Меня вообще больше никогда не увидишь. Пошел ты в задницу. И вообще не упадай себе больше на глаза. Понял? Да я тебя тебя туда понял. Что ты в беде? Как ты встанешь? Здравствуйте. Я к Стелле Юрьевне. Присаживайтесь. Спасибо. Стелла Юрьевна, у нас клиент. Итак, что вас ко мне привело? Вы знаете, в жизни каждого мужчины наступает момент, когда мне... Если вы решили сменить ориентацию, предупреждаю, это очень плохая идея. У вас редкие волосы, и одеваетесь вы плохо. Хотя феминность в сильной позиции. Я не гей. Но спасибо, что вы предупредили меня о том, что гей из меня паршивый. Говорить правду – моя обязанность. Итак. Так о чем вы начали рассказывать? А я уже не помню. Хорошо. Начнем с другого боку. Расскажите свой последний сон. Мне снится красивая женщина, вроде вас. Она едет верхом на жирафе, обхватив руками его длинную шею. На ней белое платье. И я знаю, что она в положении. И это положение от меня. Ясно. У вас сексуальная травма. Жираф – это длинная шея. Шея – это фаллос. Ваши родители слишком рано повели вас в зоопарк. Причем не в зоопарк? Мне снилось беременное. Разве не понятно, что во мне просто проснулся родительский инстинкт? Да нет у вас никакого инстинкта. У вас, говорит, отчужденное существо, замороченное навязанными стереотипами общества. Да. Ничто мне не говорит. И ничем я не заморочен. Вы даже себе не представляете, что несколько лет назад я была точно в таком же заблуждении, как вы сейчас. Навязанный мне родительский инстинкт заставил меня сделать искусственное оплодотворение. Но учение вот этого человека уперегло меня от этой ошибки. В смысле? Я сделал аборт. И теперь чувствую себя абсолютно свободной. Знаете, мне кажется, что этот вот ваш Фрейд – сексуально озабоченный шарлатан. То есть вы сомневаетесь в теории Фрейда? Да, сомневаюсь. Потому что нельзя связывать все явления многогранного внутреннего мира через секс. Что ж, ваша проблема мне понятна. Вы говорите о сексе, как о чем-то грязном, о чем-то безобразном. Ваша либидо совершенно зажата. Я вижу, как оно забралось в самый дальний уголок вашего подсознания. И бьется там. И рыдает. И колошматит своими ручонками. Своими ручонками. Мы должны вместе раскрыть его. Дадим ему тучевку в жизнь. Отпустим его на волю. Конечно, хватка у меня не та. Не надо, как говорится, старая кобыла борозды не портит. Не надо! Ничего бояться. Мы пройдем этот путь вместе. И до конца. А что это твой, в темноте? Сюрприз хотели сделать. Ногах, правда, нет. Присаживайся. Где деньги? Не надо, не надо. Я нашел, нашел. И где они? Оставил. В надежном месте. А что же нам-то не сказал? Так я собирался. Только сегодня нашел. Честное слово, ребят. Поедешь с нами. И если там не будет денег, держайся. Кого спросить? Нику Иванову. Подождешь нас тут. Пошли. Вероника Иванова. Тот, кого вы опрометчиво выбросили на помойку. Но за меня есть кому отомстить. Прямо сейчас к вам направляются два моих человека. И они ваше заведение на уши поднимут. Эй, не гроют. Где нам найти Нику Иванову? Вы даже не представляете, с кем мы связали. Нику! Я сам. КОНЕЦ Ну все. Тебе каранты ушлёпок. КОНЕЦ Заходи. КОНЕЦ Ты чё, встал? Пошли. А я уж думала, опять этот лысый беззубый урод придёт. Значит так. Час одна штука. Это с презиком. Без презика. Только со справкой и втрое дороже. Подожди, ты что, проститутка, что ли? А ты что, дверью ошибся? Не знаю. Я Муромцеву ищу. Ну я Муромцева. Дальше что? Муромцеву Евгению. Так ты к маме пришёл. А я думала, клиент. Её нет давно. Она умерла. А когда это случилось? Давно уже. А ты что интересуешься? У тебя что, с ней что-то было? Ну, в некотором смысле. Извини. Привет, Муреночка. Привет, это тебе. Не Муреночка, а Марена. Проходи. Муреночка. Ты зачем сюда пришёл? Скотина. Что? На малолеток потянуло? Ты вообще знаешь, что за это в тюрьму сажают? А? А ну пошёл отсюда. Как же, ведь Жора сказал, я ведь уже дал задаток. Ты у меня сейчас свалишь. Шустро. Как фалоимитатор. Тебя ясно? Муреночка, я ясно. Меня уже здесь нет, я уже ушёл. Давай, давай, беги быстрее. А то догоню эту штуку твоей похотливой тыкве. Ты что, придурок? Ты что устроил? Пришёл, выпендрился герой, изобразил, а мне расхлёбывать? Сейчас Жора придёт, ты хоть знаешь, что он мне устроит? А Жора это кто? Сутенёр. Ты что, не слышал, что у проституток сутенёры бывают, дебил? Подумай, Жора. Отправлю его туда же, куда и предыдущего. Это кто? Клиент. Да? А кому я только что задаток вернул? Послушайте, произошло недоразумение. Все ваши траты я компенсирую. Чуть позже. Ты откуда нарисовался такой щедрый, а? Я... Я её отец. Я забираю её к себе. Да, конечно, это в корне меняет дело, конечно. Забирайте. Забирайте всех девочек, конечно, всех забирайте. Грабьте меня средь бела дня. Ты его раньше льёшь? Послушай меня, папаша. На первый раз отделаешься компенсацией. В следующий раз будешь работать вместо неё. А потом, сука, ты у меня на спалке сдохнешь. Ты один живёшь? Ну да. Соседи на даче. Это же коммуналка. Так, вот твоя комната, поживёшь здесь. Ого. Ну и бомжатник здесь у тебя. А я думал, им в год им нравятся такие заброшенные места. Заброшенные не значит засранные. О! А ты чего, клоуном работаешь? Ну, не совсем. Я... Ой, ничего не говори, ладно. Всё с тобой понятно. Слушай, а ты... А ты правда мой папа? Не знаю. Но пока не сделаем тест на ДНК, поживёшь здесь. Так, а ну-ка, идёшь сюда. Не бойся. Ты что сделал-то? Такой парик испортил! Для ДНК нужны луковицы! Ай! Ай! Если не хватит, я могу ещё нарвать. Да вы не нервничайте так. Здесь всего два варианта. Либо ребёнок ваш, либо не ваш. Даже не знаю, что и лучше. Ай! 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 Эй! А вы куда? Николай! Ну и где этот ушлёпок? Ну, если вы про того странного мужика, который здесь живёт, то его нет. А ты ему кто? Ну, пока неизвестно. Будешь заложницей. Ой, да ради бога, можете прямо сейчас здесь меня грохнуть. Девочка, мы не шутим. Угу. Как страшно. Да давай стреляй! Избавишь меня от страданий. Ты что, дать губер, что ли? Иди откроешь. Советую без фокусов. Ну, здравствуй, моя милая. Ты что с картина? Ну, полноса их легко провести. Девочка, ферцующий! Мы, походу, не того завалили. А где же тогда наш? Эй, здесь кто-нибудь есть? Ищите выход в четвёртое измерение. А вы, София? Да. Снятие порчи, отвороты, привороты, предсказания. Сто долларов положите вот в эту шкатулку. Присаживайтесь. Что вы хотите знать о себе? Хотите окунуться в пучину прошлого? Или приподнять завесы будущего? Скорее, приподнять завесы. Интересуют дела семейные или финансовые? Семейные и финансовые. В моём случае это всё взаимосвязано. Закройте глаза и не удивляйтесь ничему, что вы сейчас увидите. Задавайте вопрос о своём будущем. Когда я найду себе жену? Выпейте это зелье, чтобы стать прозрачным для духа воды. Он ответит на ваш вопрос. Пейте, не бойтесь. Пейте, не бойтесь. Дух воды, вызываю тебя. Приди и скажи, когда этот человек обретёт свою вторую половину? Дух воды говорит, что ты ищешь не там, где нужно. Ты ходишь по кругу и не видишь главного. За сто баксов мог бы ей побольше сказать. Дух воды может разгневаться на тебя. Да неужели? А хотите, я вам погадаю? Расскажу о вашем прошлом. Совершенно бесплатно. Ну что ж, это даже интересно. Я вижу ребёнка. У вас ребёнок, но его отца нет рядом с вами. Как странно. Дух воды говорит мне о том, что вы вообще никогда не видели его отца. А гадатель ты с тебя. Хреновый. Нет у меня ребёнка и не было никогда. Подождите. Дух воды не может ошибаться. Я вижу клинику искусственного оплодотворения. Вы входите в неё. Так, хватит. Я не знаю, откуда тебе всё это известно. Но мужское семя – необходимый ингредиент для моих волшебных зелий. Да? Да. Мне точно хвоста нарезал. Ну ладно. Пошли. Эй, а мне-то что с ним делать? А это уже не наши проблемы. Передайте артисту, что это было наше последнее предупреждение. Охрен. А Кеша дома? Вышел. А ты кто? Я его дочь. А это мой бывший сутенер. Я тогда там его, на улице подожду. На лестнице. Ну мужик, ты или нет, помоги труп упаковать. Видишь, не справляюсь. Ноги заворачивай. Скотч. О, Боже. Скажи мне, что я сплю. Слушайте, что-то неудобно. Человека на свалку не по людски. А что неудобно-то? Все, что вышло из строя, выбрасываем на помойку. Да. Как-то мне нехорошо. Че? Нормально, нормально. Давайте, давайте, давайте. Давайте. Валим отсюда. Хорошо, что моя мама этого не видит. Хорошо, что моя мама этого не видит. Ну вот, теперь мы практически полноценная семья. Ага. Безработный актер. Друг безработного актера. Его возможная безработная дочь, которая только что убила своего сутенера. Отличная семейка. Зовите портретиста. Извини. Алло. Здравствуйте. Печенкин Иннокентий Семенович? Да, да, я слушаю. Биологическое отсутствие по ДНК, представленное вами материалы, полностью исключается. А, спасибо. Я понял. Всего хорошего. Кто звонил? Из центра ДНК диагностики. Что сказали? Вероятность биологического отцовства сто процентов. Вот блин. Обрела отца на свою голову. У тебя когда день рождения? 11 ноября. 23 исполняется. Вот. Кто там? Кейс, это я. Здоров. Здоров. Все нормально? Заходи. Здравствуй, дорогой. Здравствуйте. Ну что, поздравь меня. Женюсь. Улетаю в Сенегал. Через треть часа самолет. Зачем? Ну как зачем? Понимаешь, по их законам нужно получить разрешение вождя племени. И с родственниками познакомиться заодно. Ты меня что, бросаешь? Как же я тут буду один? Почему один, Кеш? Ну ты что? У тебя же дочка есть. Слушай. Вот деньги. Десятка. С этими козлами вопрос закроешь. Ага. Неужели Марк Абрамович? Не, не, Кеш. Дядь ни при чем. Африканская диаспора. Могла. Скинулась. Ну что, давай? Ну что, папаш, волновался, а видишь, как все наладилось? Я предлагаю это дело отметить. Выпьем. Давай до дна. За наш успех. Извини. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА 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 Друзья, внимание! Я бы хотел, чтобы все наполнили свои бокалы. И я хочу произнести тост. Дорогие друзья! Я очень рад видеть вас на дне рождения моей дочери. В этот радостный день я хочу вспомнить своего отца Семена Петровича Печенкина. При его жизни мы не всегда находили общий язык. Я не всегда был прав. Мне очень жаль, что отец так и не увидит своих внуков. А я так и не сказал ему, как я его уважаю и люблю. Я обязан своим благополучием этому замечательному человеку. Когда мне исполнилось 16 лет, он сказал, что лучшие друзья – это твоя семья. я только сейчас понимаю, насколько он был прав. Папа! Мама, Кешин, папа вернулся! Мазлтов! Мазлтов! Никогда тебе этого не прощу. Смерть, завещание. Зачем ты устроил этот спектакль, папа? Видишь, оказывается, что спектакли иногда бывают тоже полезные. А ты мог представить, что я переживал, что у меня могли возникнуть какие-то там чувства? Ты великолепно со всем этим справился, сын. Великолепно! Я ведь знаю, что русского человека из болота может вытащить или великая идея, или огромные деньги. Да ну тебе! Я вообще хочу отойти от дела. Ты потрясающе управляешь нашей компанией, сын. Просто потрясающе. Спасибо. Вообще, я рад, что ты вернулся с того света. С Мальдив, Иннокентий, с Мальдив. В любом случае, это лучший подарок на день рождения моей дочери. Кстати, у меня для тебя тоже сюрприз. Да, какой? Посмотри. Это что? Вот, значит, куда идут отцовские деньги. Это ты вот так замечательно управляешь нашей компанией. Я, собственно, с кем говорю? Иннокентий, стой! Стоять! Успокойся, папа. Абдуловский хрен, я сказал!